В областной детской клинической больнице установили систему резервного водоснабжения. Проекты «Вода» детям Лисичанска реализовали благодаря поддержке технического комитета акции «Папа для Украины» благотворительных фондов «Каритас» и «Уэльса». Тему продолжит Екатерина Тырина. Вопрос о бесперебойной подаче воды в областную детскую больницу стал наиболее острым в первые же дни отключения водоснабжения в Лисичанске. Тогда в больнице лежало около 260 детей. Подвоз воды для работы медучреждения обеспечивали спасатели-волонтёры. Но постоянно в таких условиях нельзя. У больницы должна быть бесперебойная подача воды. Помощь пришла от фонда Папы Римского. Обратился фонд Папы Римского, представители этой церкви, о том, что они могут нам помочь ёмкостями. И мы приняли решение сделать вот эту систему ёмкостей, подключить в основное центральное водоснабжение. Больница получила 21 ёмкость по 750 литров, насосы и фильтры. Контейнеры разместили в подвальных помещениях в каждом блоке больницы. На случай отключения воды инженеры будут переключаться на резервное водоснабжение. Больница состоит из пяти блоков, и плюс у нас ещё инфекционный корпус. Вот мы рассчитали, где сколько нужно ёмкости устанавливать. Вот первые мы установили в инфекционном корпусе, вот установили там три ёмкости, потому что там находится инфекционное отделение и отделение патологии новорождённых. В случае отключения будем подавать воду. Медики уверены, система резервного водоснабжения обеспечит бесперебойную работу лечебному учреждению. Если какое-то ЧП, мы с запасом этим 21 тонны воды можем только протянуть 2-3 дня. Для того, чтобы оценить уровень помощи, мы каждые сталкивались во время боевых действий, что не было воды сутки. А когда представить, что больные дети, оперированные дети, 260 человек, плюс персонал, который обслуживает в режимном отделении, то это не просто не объёмная помощь. Нас просто спасли. В ближайшие несколько дней к системе подключат все стационарные отделения и Лисичанский детский приют.